Как смириться с одиночеством? Ну, вы знаете, удивительным образом, но сейчас эта проблема одиночества, она необыкновенно широко распространяется. Не случайно в одном из современных философских направлений, ну, собственно, который возникло практически в конце, может быть, XIX века даже, но которое в XX веке, оно же охватило очень широкие круги людей, мыслящих, я говорю об экзистенциализме, то там одним из таких ярких элементов, на которые направляется своё внимание эта философская мысль, это как раз одиночество, отчуждённость, враждебность, понимаете, как говорят сейчас ключевые слова, понимаете, враждебная вселенная, враждебный мир, вражденная атмосфера, одиночество, замкнутость, отчуждённость. Очень, я вам скажу, действительно, дух творит в себе формы. Современная жизнь, она настолько уже потеряла чувство любви к другим людям, что уже человек чувствует себя действительно отчуждённым от всех. Одиночество является следствием отсутствия любви, но не только в обществе, но и в самом человеке. Вы знаете, это удивительным образом, что каждый отдельный человек, он как сообщающийся сосуд, связанный с обществом. И мы, к сожалению, большей частью, что делаем? Мы осуждаем вокруг всех, вокруг себя, и они видим себя. Одиночество – это признак отсутствия любви. Отсутствие любви к чему? К самого чувства любви. Ну, конечно, кошек, собак – это можем. Да, они нам не соперники. А я говорю – любви к людям. Вот в чём дело. Вот в этом, оказывается, причина нашего часто одиночества. Правда, один шутник сказал такую фразу, которую нельзя, конечно, никак озвучивать. Как-то ему говорят, ну, что жениться собираешься. Говорят, ну, если не боишься одиночества, то женись. Полушутка, полусерьёз. Но дело-то, действительно, опасность-то в чём состоит? Пока любовь, общение постепенно всё охладевает, а если постепенно даже вообще прекращается, и становится просто, ну, нет ни любви, нет, но и любви нет. И тогда что же? Остаётся каждый в одиночку. Это же страшное дело. Так что одиночество, чувство одиночества – это признак, прежде всего, касающийся меня лично, самого человека, не просто общество, всё, я не знаю, а меня и в чё и как касается, касается тем образом, что во мне нет никакой духовной жизни. У меня отсутствует само чувство любви. Вы знаете, ведь одно дело – любить кого-то, а другое дело, чтобы присутствовало чувство любви. И когда соприкасается с другим человеком, то он с благожелательством к нему относится, когда в его сердце есть любовь, как чувство. А может быть, вместо этого камень, ледяшка и больше ничего. Вот этот лёд, который в моей душе, он и создаёт, прежде всего, чувство одиночества в своей душе. Обратите внимание, мы в церкви как почитаем? Кого? Отшельников, пустынников, столбников, пещерников. Они что? С кем общались? Вы подумайте! Как же они так могли быть? А они ни под каким видом не хотели выходить даже из этого своего затвора! Подумайте только! Затворялись даже! Насколько жизнь наполнялась их! Чем же? Наполнялась, вот, мы говорим, соединением с Богом. Да, Бог есть любовь! Вот в чём дело-то! И поэтому человек при правильной духовной жизни, который очищает свою душу, душу вот этих вот страстей, которые невидимы для окружающего мира, его душу наполняет благодать Божией, он становится носителем любви, тогда для него одиночество – это рай, а выйти из него – это подвиг! Обратите внимание, Серафим Саровский, сколько времени он подвязался, прежде чем только выйти к людям! Вот мы сейчас сразу, я готов идти всему миру проповедовать и говорить им, на чём все не то, что я! Смотрите, подвижники, сколько времени они действительно достигали вот той глубины, я бы сказал, смирения, любви, благодаря которому только становились способными обратиться к миру со словом любви, со словом назидания. Тогда они не только сами выходили из своего одиночества, так вот того, которое, как думают о тяжёлое состояние, но и других людей выводили, потому что малейшая ласка любви, она сразу снимает вот этот тяжёлый покров одиночества. Христианство указывает этот путь. Это действительно только вот та правильная духовная жизнь, которая приобщает человека к Богу. Продолжение следует...